Отдых. Мы сейчас передавали деревню на лес. И вот там пошли люди, дети, взрослые, вспоминают, когда они были детьми и находились в деревне, отдыхали. Мы свою выставку пытались усилить еще один взгляд. Это различные произведения детского творчества. Но не так в стандартном понимании детского творчества, когда они ходят в кружки и рисуют такой сладкий серебчик. А в детском творчестве, например, переписка детей с родителями, которые находились в Булаге. И воспоминания о детстве, ну очень непростом, связанном с трудными моментами в деоприятии нашей страны. Кроме этого, на выставке есть очень интересное явление, представленное, которое еще пока не исследовано и не написано. Различные виды детских сообществ, когда дети создают в своей мини-квазе государства. Сообщества представлены в виде денег, документов, паспортов, карт, таких вот детских маленьких государств. И поэтому я теперь еще передаю слово Константину. Поблагодарю всех, кто своими экспонатами и предметами участвовал в нашей выставке. Ирина Светоносова в Музее Советского Облета. Светлана Хайрундинова в Музее Истории Екатеринбурга. Хотя больше эту роль играют ее личные вещи. Я просто не знаю, как правильно, потому что мы как раз оказываемся в последнем зале нашего выставка. Может быть, как-то я еще забыл. А, Татьяна Азнакия. Анна Поскопова – это мемориал Екатеринбургский. И они дали возможность познакомиться с Анной Нероновной Черепановой, которая нарисовала нам прекрасные рисунки. И я записал в нее интервью очень такие трагические ситуации. Репрессированного детства. А сейчас я предоставлю слово Константину, он все расскажет. О своей части. Но о своей части она уже будет дальше. Может быть, правильно было, если бы мы перешли. Может быть, здесь есть выставленные такие действительно серьезные документы. Хорошо, тогда, когда мы доберемся, тогда Константин вам расскажет о своей части. Да, Константин. Сказала, что-нибудь хотела сказать? Как-то неожиданно я не готовилась. Расскажи, что ли? У нее здесь, помимо писем, которые есть, здесь замечательные детские рисунки. Дети рисовали по заданию и не по заданию. В реалии того мира, который их окружал. Это парады, победы в Ленинском мазолее. Здесь очень интересно выстрелы солят. Совершенно случайно. Мы даже не подбирали. По всей видимости, это было задание нарисовать этнические типы. Там есть русские, грузины. Но вот что у нас попало на экспозицию? Украинцы. Следующая картина. «Нам не нужна война». И следующая картина. «Паровоз везет уголь, нефть полностью». Работа нарисована и в начале 20-х годов. Ой, извини, в 80-х годах. Но в реалии совершенно сегодняшнего дня. Ну, вот, да, мое детство, оно пришлось в школу именно на 80-е годы. Я в 81-м году пошла в первый класс. И было достаточно много конкурсов. Школьного рисунка таких, ну, достаточно политизированных. Хотя мы дети были и как политизированные их не воспринимали. Устраивали праздники национальные, где там каждый должен был обрядиться в национальный костюм. Родители его должны были приготовиться, приготовить. Мне почему-то всегда доставались образы прибалтийских девушек. Хотя у меня украинские корни. И был фонд мира, устраивались ярмарки и рисовали. Ну, вот, украинские рисунки, это из этой, да, темы. Рисовали рисунки на тему «Нет войне». Это рисунки не мои и даже не из моей школы. Они случайно мне достались, потому что с конкурсов рисунки обычно не возвращались ни победителям, ни статистам. Вот, и просто когда они попались мне в руки, это тот же самый период. Я вот вспомнила такой, как бы, ностальгический период. И оставила их себе, подумав, что они когда-то пригодятся. Но, опять же, так получилось, что в детстве мои родители часто переезжали с места на место в силу работы отца. И у меня было много друзей. Мы с ними переписывались. Они мне описывали реалии школьной жизни. Мне было очень интересно узнавать о моих бывших одноклассниках. Ну, и вот часть этих писем попала, ну, совсем маленькая часть их, как я понимаю, на выставку. Я хочу обратить ваше внимание, вы потом внимательно, пожалуйста, почитайте. Вот женщина, живущая в Израиле, передала мне письма своего отца. Его отца сразу арестовали и сразу же расстреляли. Мать отправили в Булах на север. Мальчика в Одесскую область, в детский дом изменников родины. И вот мальчик Вова пишет маме о том, как он живет в Булахе. Пытается сфотографироваться, обрисовывать свои ладони, чтобы показать, как он растет. Вот бытовые такие сцены. А рядом описание его дочери уже в биографии этого отца. Тоже вранзитная история. И вот то, что мемориал дал возможность познакомиться с Анной Мироновной. Это ее монолог о том, как забирали ее отца. Здесь есть, например, такие очень интересные письма из пионерского, уже более позднего советского лагеря. Где девочка жалуется. Мама, забери меня отсюда. Мне здесь холодно. Ты не смотри, что у меня плохой почерк. Это из-за холода. Я плачу. Я плачу от холода. Вот такой маленький прогноз. А в соседнем зале у нас воспоминания о побеге. О больших таких героичных сюжетах нашей истории. А выставлены экспонаты, которые показывают, как политика и идеология затрагивала наше детство. Комсомольские билеты. Справку Ирина предоставила на покупку школьной формы. Там были долбованы на спецпитание, на дефицитные товары. История снизу. Не та, которую пишут в учебниках, а та, которую собирают и творят люди, дети, простые люди. А сейчас пройдите, и он константин расскажет о своей команде.